Вот смотри, выясняется, что если демонстрация силы по тем или иным причинам невозможна, то ее с абсолютным успехом заменяет демонстрация подлости. И мы это видим на примере вот этой сотрясательно-потрясательной истории с Навальным, с его трусами. Хотя, наверное, в этой истории точку ставят не трусы, а точка была сегодня поставлена в великом неподкупном журнале под названием «Ланцет». Это главный медицинский журнал мира, который сегодня опубликовал все то, что казалось фантастикой. Он опубликовал все клинические показатели, все анализы Навального и, в общем-то, полностью подтвердил все то, о чем говорил и Навальный, и вся Европа тоже. В общем, благодаря этому сомнений у серьезных людей уже не осталось ни у кого. Но публике гораздо интереснее история с трусами, чем серьезные данные из «Ланцета». Поэтому давай вот самый главный вопрос. От этих танцев с трусами пострадал ли путинизм, пострадал ли, собственно, сам режим? Конечно, трусы Навального могли бы стать саваном для режима любого, но в любом другом государстве, в любой другой стране. И в любой другой стране через денек-другой очень грустный президент и вся вертикаль силовых министров, они бы перезванивались, наигрывали бы чудесную мелодию «Джингл Белтс», вот это, да? Но при помощи кандалов. И позванивая этими кандалами, направлялись бы куда-нибудь на северные территории, если бы у них такие были. Но только не в России. В России все ограничится ржанием, постами, сочинением мемов и одиночными гневными пикетами наивной интеллигенции, которая думает от того, что если показать ФСБшникам трусы, они устыдятся. Александр Георгиевич, простите, вот здесь один момент по поводу показывания трусов ФСБшникам. Ну, если реакция на эти трусы однозначная, это нарушение, пикет, там, давайте мы Манского потащим куда-то в кутузку, это косвенное признание? Нет, это не косвенное признание, потому что мы знаем, что они настолько боятся всякой революции, настолько боятся любой гражданственности, любой активности, в любой форме, в трусах, без трусов, что они хватают и постоянно месяц и вяжут всех. То есть палец покажи и будет то же самое, я правильно понимаю? Конечно, да. Режим все равно надует щеки и в ответ на все эти глупые головы сплюнет, причем сплюнет так по-шпански, через щель, да, и еще и подмигнет всем своим обвинителям и всяким глупым романтикам. Вот давай посмотрим на фактуру. У нас есть ужасно обиженная Маша Захарова, про которую я в прошлом выпуске «Эхо» сказал, что Машка первая пухнула в эту лужу под названием «История с Навальным». И, конечно, вот если исследовать эту лужу, делать ей баллистическую экспертизу, то уже непонятно, кто у этой лужи был первым, и есть ли там вообще Машин след, потому что эта лужа вскипела, и экспертиза совершенно бессмысленна. Кто там был первым, вторым или третьим, Лавров, Маша или все остальные, установить невозможно. Я думаю, что вообще ни одна лужа за последние 20 лет не принимала в себя такого количества воздушных ударов. Там над ней зависали маленькие задики аналитиков, такие бегемотские жопы главных пропагандонов. Все это разряжалось в эту лужу почти сутки и не стихало на всех каналах канонада. Все были обязаны хоть разок долбануть в эту лужу, перевести дух, вернуться, и все вместе, но уже симфонично. Это такая была пердофония ми минор, великая, такая апосеоперда, если переходить на язык совсем культуры. Ну и отличался там дирижер, нажитый в росатами лысиной, он носился сверкая и дирижировал. И, надо сказать, действительно, в общем, сумел провести этот концерто, сумел отыграть эту пердофонию. Причем была бесценна реакция Пескова во второй раз, он не стал сливаться. Вот когда трусы перешли в решительную фазу, стало понятно, зачем Пескову усы. Наконец, все это поняли, потому что у него совсем не милые, не безобидные и не обаятельные усики. Это, оказывается, просто маскировка, в которой спрятаны ядовитые острые хелицеры. И эти ядовитые острые хелицеры выскользнули из усов, выставились, и Песков бросился в бой за хозяина тут же. Причем он сообщил, что у Навального и мания преследования, и мания величия. Вообще, на самом деле, мания преследования фигня. Главное, чтобы у него не было мании наследования. Потому что если они так тщательно сейчас делают все, чтобы он стал следующим президентом, хорошо было бы, если бы он не наследовал их методик и вообще их способов удержания трона. То есть, как бы пропагандоны не изнасиловали эту бедную лужу, мы видим забрызганный, но неубежденный лик страны. Вот страна в этот раз не раскололась. Я верю, не верю. Да что вы. Кроме тех, кто получает очень большие деньги за уверенность в обратном. А вот даже патриоты, они как-то почувствовали острый запах дерьма от всей этой истории. И такого повального восторга, как ожидался, не получилось. Есть, конечно, самые глупые патриоты. Они думают, что ну вот сейчас повесят последних либералов, и нам дадут всем по звезде героев две палки колбасы твердокопченой, и все вместе мы будем счастливы. Но вот патриоты поумнее сообразили, что когда либералы кончатся, то будет вскрыт тюк, на котором написано для патриотов. Там другая веревка, потолще, но тоже веревка. А партия кремлевских лакеев, разумеется, все оправдает, все осветит и все узаконит. Почему люди так однозначно поверили в то, что да, действительно, это уже все не фейка, это реальность? Потому что на событии стоял известный нам всем так называемый знак качества. Вот эти, это действительно знак качества, свидетельствующий, что все сделано в России, в СССР или так далее, так далее. Вот Москва трусам не верит, но все это произошло, и сомнений нет. При том, что и Путин, надо понять, туда, куда он ведет страну, туда, куда он зовет, там тоже интересно. Там тоже интересно, но для часовой экскурсии. Потому что, если ты бывала в Диснейленде, дом с привидениями – это отличная штука. Но жить там невозможно, потому что каждую минуту возникают, мало того, что это декорация, возникают ряженые идиоты. И вот примерно по такому принципу создается Россия, где переодетые в митры, рясы, в чекистские камергерские мундиры, в казачьей папахе, вот эти ряженые жулики со всех сторон пытаются диктовать посетителям, как им быть. И что нужно вообще в России, чтобы вечно править? Не задумывалось никогда. Мне как-то не приходило в голову. Надо как минимум вечно жить. Ну, это как раз, честно говоря, в наших масштабах не вопрос. В Америке, чтобы править вечно, нужно всего-навсего прекратить всякие расовые и социальные противоречия. И, например, в Сомали надо захватить самую длинную баржу, иметь самый большой рожок. А в России надо разбудить древние холопьи чувства. И Владимиру Владимировичу это удается.